Историю творят великие деятели. И неважно, в какой сфере прославились таланты человека, главное, что они закрепили за собой деяния, оставшиеся на страницах исторического фолианта. И сегодня мы с вами поговорим об одном из таких людей. Он обладал блестящим стилем, фантастической скоростью, ловкостью и поразительной комбинацией. Все выглядит как фильм, как голливудский бой. Толпа, боксеры, напряжение. По мнению большинства экспертов, Шугаре Леонард – лучший боксер нашего столетия. Привет, друзья! С вами снова канал На Связи. И мы продолжаем полюбившуюся уже вам рубрику о величайших и легендарных людей прошлого. Шугаре Леонард был одним из ведущих мировых боксеров в 70-х и 80-х годах прошлого столетия. Его навыки в сочетании с яркой личностью и харизмой сделали его звездой в то время, когда спорту нужен был новый герой. Эпоха Мухаммедали подходила к концу. Юный Шугаре Леонард мечтал следовать по стопам своего кумира в тяжелом весе. Я увидел Мухаммеда Али и захотел стать таким же, как он. Он был больше, чем просто боксер. Будущая легенда бокса родилась 17 мая 1956 года в Рокки Маунт, Северная Каролина. Леонард был застенчивым ребенком. Он часто сидел дома, читал комиксы и играл со своей собакой. В юном возрасте у Рэй раскрылся вокальный талант, что позволило ему петь в церкви с двумя сестрами по выходным. Рэй всегда был неразговорчив. «Мы никогда не могли угадать, о чем он думает. Но у меня никогда не было никаких проблем с ним. Меня ни разу не вызывали в школу». В возрасте 14 лет, по наставлению брата, Рэй начал заниматься боксом. К слову, его отец и старший брат также преуспевали в этом виде спорта, но каждый по-своему. В то время Рэй со своей семьей жили в Палмере, расово смешанном бедном пригороде Балтимора. Однажды двое местных тренеров Палмера увидели природный талант юного парня и стали его тренировать. Как боец Леонард уже в ранние годы демонстрировал мастерство и изящество в ринге. Позже его красивый стиль будет контрастировать с агрессорами и с лагерами. Он дрался и превосходил боксеров других стилей, с которыми сталкивался в ринге. В конце концов, он получил прозвище Шугар, такое же, как у легендарного боксера Рэя Робинсона, который считался одним из наиболее умелых технических боксеров всех времен. Кстати, видео о Шугаре Рэя Робинсоне вышло на этом канале несколькими днями ранее. Ссылка будет на него в описании под этим видео. Как только я надел перчатки, бокс стал моей жизнью. Рэй Быстро достиг невероятных успехов на любительском ринге. Свой первый любительский бой Леонард провел в 1972 году. А уже с 1973 по 1974 года принимает участие в национальном турнире в первом полсреднем весе «Золотые перчатки» и одерживает победу. К слову, в 1973 году в финале турнира «Золотые перчатки» Рэй побеждает Хилмера Кенти, будущего чемпиона мира. Спустя год в 1975 году принимает участие в трех национальных турнирах США и завоевывает золотую медаль на панамериканских играх. Монреаль, Канада, 1976 год, Олимпийские игры Вершиной его спортивной победы стала победа на Олимпийских играх 1976 года в Монреале в первом полусреднем весе, где он легко выигрывает золотую медаль, побеждая всех своих соперников. Перед финальным боем рассчитался аутсайдером. Его соперником был кубинский нокаутер Андрес Алдама. Еще до начала боя Леонард завоевал сердца толпы зрителей и национальной телевизионной аудитории, показывая фотографию своего сына, прикрепленную сбоку на его обуви. Во время боя Леас самым драматическим образом преодолел сильную боль в обеих руках, чтобы выиграть единогласным решением 5-0. После победы на Олимпиаде и завоевания золотой медали, Леонард объявил о своем намерении уйти из бокса, утверждая, что он осуществил свою давнюю мечту. Первоначально Рей хотел поступить в Гарвард, чтобы стать адвокатом. Но план рухнул, когда выяснилось, что Хуанита Уилкинсон, мать его внебрачного сына, подала ясно отцовство в попытке добиться от Рея получения алиментов. Кроме того, в то время у Леонарда заболел сильно отец, и семья катастрофически нуждалась в средствах. Времени ждать не было, нужно было действовать. В конце концов, 20-летний Рей решил перейти в профессионалы. По итогу любительской карьеры в его послужном списке уже имелся рекорд из 145 побед при 5 поражениях, с количеством нокаутов 75. Работа тренера как кубик Рубика. В ней есть множество сторон. Вы должны объединить в себе качество, психолога, врача и иногда даже актера. И все это в дополнение к знанию боксерского ремесла. Золотая медаль для боксера-американца тех лет – это почти гарантированный путь в профессионалы. Его тренером стал Анджело Данди, который был известен тем, что работал только с самыми талантливыми боксерами тех лет, включая Мухаммеда Али, Кармена Базилио, Вильфреда Гомеса и других суперзвезд. Все сошлось как надо для Рея. Нужное время, наполненное великими бойцами и лучший тренер. От него требовалось только побеждать. Тренировать бойцов, как пытаться выловить рыбу. Все дело в технике, а не в усилии. Дебют Леонарда на профессиональном ринге состоялся в феврале 1977 года против крепкого боксера из Пуэрто-Рико Луиса Вега. Единогласным решением судей Рей одержал уверенную победу по очкам. В самом начале своего пути Леонард выступал в рамках первого полусреднего веса до 63,5 килограмм, но уже спустя несколько боев поднялся в полусредний. Он без всяких проблем проходил оппонентов среднего калибра, набирая с каждым разом все больше и больше опыта. Стоит отметить, что на тот момент многие соперники заявляли, что были впечатлены в первую очередь скоростью Рея, с которой никак не могли совладать. У него был достаточно быстрый сильный удар, который уничтожал стоящего перед ним соперника. Начало карьеры выдалось не таким простым, как думалось многим. В 1978 году Лео в первом же раунде нокаутировал Хавьера Муниза. Спустя пару недель Рей одержал победу над братом знаменитого ныне менеджера Элла Хеймана по имени Бобби Хейман. Этот поединок поставил рекорд по посещаемости с закрытой арены в штате Мэриленд. Посмотреть бокс пришли более 15 тысяч человек. Победное шествие продолжалось. На протяжении последующих двух месяцев Рей одерживает две победы над Рэндим Милтоном и Рафаэлем Родригесом. 18 июля 1978 года Рей одерживает очередную победу единогласным решением судей над Диком Эклундом. Провиденс, США, 1978 год. Шугаре Леонард против Флойда Мэйвезера-старшего. Первым серьезным испытанием для Рея после двухмесячного перерыва стало противостояние с крепким Флойдом Мэйвезером-старшим, отца Флойда Мэйвезера-младшего. На тот момент Шугар уже входил в пятерку рейтинга организации WBA. Мэйвезера не было же и в десятке. Зато он располагался на шестой строчке рейтинга полусредневесов от The Ring. Болегабаритный Флойд начал поединок первым номером и более чем активно. Кроме того, он был крепким парнем и умело комбинировал атакующие действия защитными. А потому пробить его было непросто. Работая в ответ, Мэйвезер делал ставку на силовой удар справа. Бой закатили насыщенный, но в третьем раунде Леонард все-таки потряс соперника. На последней минуте восьмой трехминутки он дважды отправил Флойда в нокдаун. Мэйвезер в чуть-чуть проблеме. Субтитры сделал DimaTorzok Фильмная защита плечом клана Мейвезера, филадельфийская раковина, которую Леонард, кстати, сам неплохо использовал в этом бою, не уберегла Мейвезера от точных левых сбоку. Рейс справился на отлично. В середине 10 раунда Флойд вновь оказался потрясен. Рефери счел нужным остановить бой. Ты не победил меня честно и справедливо. Я сражался с тобой одной рукой. Люди этого не знают, но у меня было только две недели, чтобы подготовиться к Леонарду. Я принял бой в кратчайшие сроки. Я совсем не боялся Леонарда. Я знал, что когда я войду в ринг, я смогу его победить. Следующее появление Лео в ринге было менее чем через месяц. В то время Рей проводил бои чуть ли не каждый месяц. Это позволило ему быстро подняться на первые строчки мировых рейтингов. Всего в 1978 году он провел 11 боев. В конце 1978 года его ждал грозный Армандо Мунис, который до этого четырежды претендовал на титул чемпиона мира в полусреднем весе и записал свое имя в историю благодаря двум эпичным битвам с Карлосом Паламино. Надо сказать, что на тот момент Рей уже был претендентом на чемпионский титул, но обладатель этого самого титула Карлос Паламино не спешил давать ему шанс. Это мой самый сложный поединок на данный момент. Мунис пошел вперед, Шугарей Леонард работал на отходе и вязал опасного соперника вблизи. Шугарей был быстрее и точнее, уже в первом раунде начал обострять. Во втором отрезке боя Мунис ускорил темп, но зацепиться за быстрого и подвижного Лео по-прежнему не удавалось. С третьего раунда Армандо так и смог вытянуть оппонента возню вблизи, а также стал работать по этажам. Это принесло некоторый успех. Вторая половина третьего раунда прошла в очень зрелищном обмене ударами. С четвертого отрезка боя Леонард Нойс стал работать преимущественно на дальней дистанции, где чувствовал себя увереннее. Армандо Мунис продолжал его преследовать и имел локальные успехи, но Лео был лучше. В конце шестого раунда он потряс Муниза. Тяжелейший бой, где Рей пропустил много знаменитых правых ударов Муниза, закончился победой Сахарного, после отказа с угла его оппонента. Шуга Рей очень хорошо бьет. Если у Поламина есть хоть какое-то мужество, в следующем году он даст ему шанс. Рей одержал еще несколько побед, в том числе одну из них в рамках первого среднего веса. А в апреле 1979 года встретился с очередным крепким претендентом Адольфо Вируэтом. Это был первый соперник левша в карьере Леонардо. В четвертом отрезке боя Вируэт пропустил правый прямой и впервые за всю свою карьеру оказался в нокдауне. По итогам 10 раундов Шуга Рей Леонард праздновал победу единогласным решением судей. В мае того же года Леонард вновь провел бой в рамках первого среднего веса. Его оппонентом стал бывший чемпион Мексики и штата Калифорния в среднем весе Маркас Джеральдо. Батон Руж, США, 1979 год. Шуга Рей Леонард против Маркаса Джеральдо. Шуга Рей в зрелищном поединке одолел гораздо более крупного Джеральдо решением судей. Джеральдо попал по мне и я увидел вместо одного соперника троих. Я подумал, о черт, и я не мог отличить кто из них был настоящим. Потом он попал по мне снова и я понял, это тот что посередине. В этом бою я узнал чего стоит выстоять, когда потрясен. Кроме того, я применил все навыки и умения, которые только знал. И даже те, которых не знал. Забегая немного вперед, в 1982 году Леонарду будет поставлен диагноз «Отслоение сетчатки глаза». В своей биографии 2011 года «Большой бой. Моя жизнь в ринге и вне его» Рей поделился мнением, что возможно эта травма была связана с поединком против Маркаса Джеральдо. На этом этапе карьеры Леонард уже стремился к боям с чемпионом WBC Уилфредом Бенетесом, а также с Робертом Дюраном, который уже успел подняться из легкого полсредний вес и одерживал победу за победой. Впрочем, несмотря на яркие выступления самого Шугара, критики к нему было немало. В основном его обвиняли в отсутствии ударной мощи. В ринге Шугара Рей Леонард представлял собой боксера без ярко выраженных недостатков. Он не был жестким нокаутером, но имел достаточно сильный удар. Отлично работал передней рукой, действовал очень точно. Хорошо анализировал стиль соперника и мог внести коррективы, чтобы изменить ход боя в свою пользу. Выражение «Скорость убивает» – это про Лео. Его работу ног и скорость рук описывать не имеет никакого смысла. Это надо видеть. Серии из шести боли ударов Шугар наносил в одно мгновение. Также Леонард широко известен своими резкими, взрывными и скоростными атаками. Его навыки в сочетании с яркой личностью и харизмой сделали его звездой в то время, когда спорту нужен был новый герой. Эпоха Мухаммеда Али подходила к концу. Сравнения с Али были неизбежны. Известный спортивный комментатор Говард Кассел даже назвал Леонарда новым Мухаммедом Али. Как и в случае с Али, болельщики Рея делились на два лагеря – тех, кто любил его, и тех, кто чувствовал, что он был высокомерным. Для некоторых прозвище Шугар Рей казалось высотой высокомерия. Последователи Али защищали Леонарда, называя манеру парня лишь уверенностью в себе. Потому что, как и Али, Шугар подтверждал в ринге свое хвастанство. Я считаю лучшим боксером в мире Мухаммеда Али. Без вопросов. Спасибо, ребята, что посмотрели первую часть до конца. Продолжение уже совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин